Здравствуйте, меня зовут Анна и вы на канале Property Show. В течение многих лет Мюнхен превосходит другие города Германии по ключевым показателям. Уровни благосостояния и динамики экономического развития, в сфере медицины, инноваций, образования и демографических тенденций. О том, что ожидает нас в ближайшее время на рынке недвижимости Мюнхена, мы поговорим с управляющими партнерами группы компании Кампус Артемом Терминосяном и Виталием Чупиным. Артем, Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Каковы ваши прогнозы относительно спроса на недвижимость в Мюнхене в следующем году среди российских покупателей? Вы знаете, забитили уже с долгого времени достаточно, что россияне очень любят Германию, очень любят Баварию, ввиду того, что это очень стабильный регион с высоким уровнем жизни, с высоким уровнем здравоохранения. Поэтому спрос никогда особо сильно и не падал. И в ближайшее время мы рассчитываем на то, что он будет продолжать расти. То есть особых сильных предпосылок к тому, что он будет останавливаться, мы на данный момент не видим. С одной стороны, это как район Бавария и Мюнхен, его столица. С экономической точки зрения то, что цены у нас растут, росли и в принципе продолжают расти. Для этого есть все предпосылки. С другой стороны, также и для проживания для себя. Рынок недвижимости Германии оценивается как один из самых дорогих. Но все же какая ценовая политика характерна для отдельного региона Баварии? И какие есть прогнозы, может быть, к росту или снижению цен на ближайшее время? Вы знаете, в Мюнхене, как в столице Баварии, рост уже наблюдается, рост цен в напряжении 20 лет. Есть некоторые предпосылки, что ожидается легкая стагнация цен, потому что цены не будут так сильно расти. Последние несколько лет они росли приблизительно 10-12 процентов в год, что действительно очень много. На данный момент застройщики рассчитывают приблизительно 8 процентов цен на жилую недвижимость в районе 8 процентов. В других больших городах Германии такого роста цен не было и на самом деле не ожидается. Но, как вы говорите, что цены будут падать, ничего подобного, никаких причин и предпосылок мы не видим. Можем рассмотреть рост цен, например, Берлина. Он последние годы был у нас рекордсменом. Больше 15 процентов ежегодный прирост цен на недвижимость был замечен последние годы. Я думаю, что для того, чтобы говорить о рынке недвижимости Германии, нужно немножко разделять и дифференцировать между городами. Например, в Берлине это известный факт, недвижимость много лет была недооценена, поэтому она потихонечку, потихонечку сейчас повышается до уровня топовых немецких городов. Я думаю, что в Берлине инвесторы могут быть спокойны, что в ближайшие годы цены там будут расти дальше. То же самое касается Мюнхена, но по другим причинам. В Мюнхене не могу сказать, что рынок недвижимости недооценен, но у нас есть другой нюанс, который заключается в том, что у нас очень мало новых жилых проектов возникает в принципе. Это связано с тем, что город плотно застроен, новые площади не выделяются, новые разрешения не выдаются, высокая этажность запрещена в городе, поэтому чисто технически у застройщиков нет возможности строить, заставить большие площади. Благосостояние граждан Германии растет, в Мюнхен съезжается все больше и больше состоятельных людей, им нужно где-то жить. Немцы десятилетиями жили в недвижимости очень низкого качества и на данный момент тенденция такова, что люди хотят себе позволить немножко более качественное жилье, поэтому я думаю, что новостроечки будут приобретаться дальше и рост цен никого не смутит. Потому что не уменьшается спроса. Абсолютно верно, а он растет. Зачастую в процент цифры доходности от покупки недвижимости, инвестиций в зарубежную недвижимость входит большое количество расходов, а иногда и цифры завышаются. О какой реальной доходности может идти речь при инвестициях в недвижимость Германии? Как вы правильно заметили, зачастую цифры от доходности их немножко завышают. Что это значит? Не очень точно высчитывают дополнительные расходы, не всегда четко прописывают налогообложения. Наших клиентов всегда интересует, какую сумму он потратил и что он конкретно получит, как говорится, на карман в конце концов. Соответственно, Мюнхен в данном случае имеет относительно невысокую доходность, ввиду того, что у нас высокие цены. Мы говорим об годовой доходности от арендных платежей в размере 2,5-3%. На самом деле мы советуем нашим клиентам делать акцент на капитализации. То есть у нас растут в Мюнхене в течение последних 8-10 лет цены растут от 10 до 12%. Многие наши клиенты, которые вложились в свое время, удвоились, может даже более, не буду говорить утроились, но более чем в два раза заработали с продажи недвижимости. Я бы хотел еще добавить, что когда мы говорим о доходности, мы должны рассматривать разные типы недвижимости. Если инвестор хочет вкладываться в высокодоходную недвижимость, то скорее тогда его будут интересовать коммерческие объекты. Потому что само понятие коммерция, оно уже предполагает под собой определенную маржинальность, которая выше, чем в жилой недвижимости. Поэтому в зависимости от той задачи, которую ставит инвестор, мы можем подбирать жилые или коммерческие объекты. Также доходность интересна в случае реализации девелоперских проектов. Это отдельное направление, которым мы тоже занимаемся. Там, конечно, доходность выходит на другой уровень. Но чем больше доходность, тем больше риски. Поэтому каждый должен для себя сам выбираться. Расскажите, пожалуйста, о банковских продуктах, которыми может воспользоваться российский покупатель, желающий приобрести недвижимость в Мюнхене. Ну, речь, на самом деле, идет об одном и главном продукте – это ипотека. То есть мы предлагаем кредитование через немецкий банк. Это, как правило, или Райф Айзен, или коммерцбанк в городе Мюнхен. Мы полностью сопровождаем весь процесс получения ипотеки. То есть от открытия счета до предоставления нужных документов для банку, чтобы оценить объект, оценить клиента, его платежеспособность и до получения ипотеки, вноса банка в кадастровую книгу и, соответственно, процесса, последовательного процесса выплаты ипотеки с помощью арендных платежей. Хотел бы добавить, что на данный момент мы имеем рекордно низкие ставки по ипотекам. При внесении 50% собственного капитала инвестор получает ставку ниже 2% годовых и это само собой мотивирует людей привлекать кредиты при покупке недвижимости. В том портфеле объектов, который у нас есть, он немаленький, в управлении нет ни одного объекта, который был полностью куплен на собственно капитал. В частности, привлечение ипотек помогает оптимизировать налоговую схему и понизить расходы на налогообложения для инвесторов. Распространяется ли данные условия при покупке на коммерческую недвижимость? Да. В том числе и жилую и коммерческую? Схема по привлечению ипотечных кредитов, по большому счету, одинаковая и для жилой и для коммерческой недвижимости. Что касается коммерческой недвижимости, каков спрос на нее среди россиян и насколько сложна вообще сама по себе процедура покупки коммерческой недвижимости? Тематика спроса на коммерческую недвижимость на сегодня актуальна как никогда. Дело в том, что в Германии мы имеем на рынке коммерческой недвижимости исключительно рынок продавца, то есть спрос существенно превышает предложения на рынке, поэтому хорошие предложения на данный момент являются варитетами, а не по сути на вес золота. Это является причиной, почему процесс покупки слегка усложнился за последние годы, потому что инвестор, который имеет желание приобрести коммерческую недвижимость, должен быть готов к этому шагу от А до Я. Как только появляется интересный объект, его нужно покупать сразу, не через месяц, не через два, не через три, а быть готовым буквально с одного дня на другой принять позитивное решение о покупке. Поэтому я бы не сказал, что процесс сложный, он просто требует детальной проработки и подготовки, которую мы проводим с инвестором на любом этапе нашего сотрудничества. Ну и знание налогообложения, я думаю, да? Какие налоги должен оплачивать покупатель коммерческой недвижимости, какие жилой недвижимости? Если говорить о налогообложении, то ставки по коммерческой жилой недвижимости не отличаются друг от друга. Что существенно может отличаться, это налоговые ставки по федеральным землям. В Баварии, как в самой богатой земле, самые низкие налоги, потому что в бюджете достаточно средств и нет необходимости доставать их дополнительно. Чем беднее федеральная земля, тем выше там налоги. То есть налогообложение в Берлине, налог на покупку, например, более чем в два раза превышает налог в Мюнхене. Значит, что касается налогообложения по аренным ставкам, то есть когда уже инвестор приобрел недвижимость, он получает определенный арендный доход. Оно может очень сильно отличаться в зависимости от объема этого дохода, так как в Германии существует прогрессивная ставка налогообложения. Чем выше доход, тем больше налоги. Соответственно, если вы приобрели квартиру однокомнатную и получаете арендный доход в размере 1000 евро в месяц, то ваше налогообложение будет существенно отличаться, если у вас есть пакет коммерческой недвижимости, который приносит 100 тысяч евро в месяц. Этот вопрос нужно обсуждать всегда индивидуально. Что касается общих издержек на покупку объектов, то мы находимся примерно в 10 процентах от стоимости недвижимости с учетом всех издержек на риэлтора, адвоката и нотариуса. Ввиду того, хочу буквально два слова дополнить, что достаточно система сложная, у нас нашим клиентам привлекать налоговых консультантов, которые у нас тоже есть, русскоговорящие, но опять-таки разбирающиеся в немецкой системе налогообложения. Если объект покупается в аренду, как осуществляется управление этим объектом? Обязан ли покупатель находиться продолжительно или постоянно на территории Германии, Мюнхена? Оказываете ли вы помощь в управлении объектом недвижимости? Мы, в принципе, на самом деле понимаем, что при покупке объекта клиенту практически невозможно. Очень трудно управлять им за рубежа и поэтому, если мы предлагаем данную услугу как управление, то есть мы, если касается жилой недвижимости, то мы обязательно находим арендатора для нашего клиента, мы проговариваем с ним арендные договоры, смотрим, чтобы арендные платежи поступали вовремя. То есть, в принципе, мы снимаем большую долю работы, которая ложится на плечи покупателя квартиры. Вся наша модель инвестирования построена на том, чтобы инвестор по минимуму участвовал в процессе. Если клиент ставит перед нами задачу, что он не хочет знать и участвовать в этом процессе, он не будет знать и участвовать в этом процессе. У нас есть целый пул клиентов, которые раз в год получают ежегодные отчеты от нас и, в принципе, имеют пассивный доход, который не доставляет им никакой головной боли. Какие еще услуги предлагает группа компаний Кампус? В чем ваше преимущество среди других компаний? Мы предлагаем развернутый спектр услуг, касающихся недвижимости, как жилой, как коммерческий. В принципе, наш главный упор лежит на том, что мы работаем с русскоязычными клиентами. Соответственно, мы предлагаем услуги русскоязычных, как я и говорю, налоговых консультантов, русскоязычных банкиров, русскоязычных юристов, адвокатов. И у нас также русскоязычный автосейл, то есть управление недвижимостью. Клиент, приобретая недвижимость через нас, он не получает никаких языковых проблем, языковых барьеров, с которыми он может столкнуться, если будет приобретать что-то в Германии напрямую, допустим, у немецких посредников. Когда нас спрашивают о спектре наших услуг, я всегда сравниваю деятельность нашей компании с VIP-консьержем. По большому счету мы в состоянии помочь клиенту решить все вопросы на территории Германии. У нас были случаи, когда люди просили помочь устроить их детей в высшие учебные заведения, в школы-интернаты. Часто обращаются нам клиенты по вопросам лечения. Это, кстати, отдельное направление работы нашей компании. Мы оказываем целый спектр, связанный с медицинским туризмом в Германии. Клиенты обращаются со всеми медицинскими вопросами к нам. Мы полностью их ведем по аналогии с домашними врачами. Также люди приобретают через нас автомобили, получают ипотеки, оформляют кредиты, приобретают машины и так далее. По большому счету наша работа с клиентом, она очень индивидуальна. Мы не являемся классическим агентством недвижимости, которое, выполняя свою работу просто по подбору и реализации объектов, заканчивает на этом свою деятельность. Гораздо больше мы ведем клиента на протяжении всей его жизни деятельности на территории Германии. Также помогаем с переездом в Германию и так далее. Какой бы совет вы могли дать нашим зрителям, нашей аудитории, которая рассматривает Германию именно для покупки недвижимости, то есть как страну для инвестиций? Германия это дорогая страна, это общеизвестный факт. И самая большая ошибка, которую может совершить инвестор на этапе покупки недвижимости, это искать дешевые варианты. Очевидно, что если в стране высокий уровень жизни, то приобретая недвижимость за 10-20-30 тысяч евро, вряд ли можно совершить удачную покупку. Вся недвижимость, скажем так, вся дешевая недвижимость, она предполагает под собой определенные проблемы, которые покупатели узнают обычно потом. Поэтому мой основной совет инвестируйте в ликвидные места. Спасибо большое за полезную информацию. Если у вас остались вопросы о покупке недвижимости в Германии, лечении или переезда, задавайте в комментариях, переходите по ссылке в описании к данному видео на сайт компании Кампус Проперти. Будем рады помочь!